Добрый день! Позвольте мне представить вашему вниманию настольную игру для совершенствования английского языка Eloquent Britain, Красноречивая Британия. Сюжет игры следующий. Группа туристов прибывает в лондонский аэропорт Хитроу. После чего каждый турист, он же игрок, отправляется в незабываемые приключения на английской земле. На своем пути встречает удивительных персонажей и ведет с ними диалоги на самые разные темы. То есть каждая карточка подразумевает какой-то диалог с кем-то на какую-то тему. Покажу на примере. Мы играем с Надеждой вдвоем. Беру кубик, бросаю. Выпало два. Раз, два. Беру карту. Ресторан Ритц. После дней странствий по сказочным землям Британии вы обнаруживаете себя в ресторане Ритц. В объятиях таинственной няни Мэри Поппинс. Расскажите ей о членах своей семьи. Все, я должен рассказать Мэри Поппинс, в которой будет играть Надежда, о членах своей семьи. Затем также Надежда бросает кубик. Например, выпадает пять. Раз, два, три, четыре, пять. Небоскреб, осколок. В лифте шестилетний мальчик подходит к вам и спрашивает, откуда берутся дети. То есть Надежда должна рассказать шестилетнему мальчику, то есть мне, откуда берутся дети. Выигрывает в этой игре, естественно, тот, кто первым добирается до финиша. Давайте глянем еще одну карту. Например, Таурский мост. Героический внезаконник Робин Гуд собирается совершить самоубийство, спрыгнув с Таурского моста. Отговорите его от этой глупой идеи. В случае, если выпадает нечетное число на кубики, один, три или пять, также выбирается карта из колоды «Особые обстоятельства». Она подразумевает дополнительный диалог. Коллектор вам звонит, он хочет узнать, почему вы не плачиваете долг и прячетесь от него. Давайте еще одну глянем карту. Зачастую эта карта также подразумевает еще и дополнительные действия. Темные силы бросили заклятие обжорства на вас, поэтому вы начинаете страдать от чрезмерного желания еды. Срочно бегите в ресторан Риц и закажите как можно больше еды. То есть вы фишку переправляете в ресторан Риц и заказываете как можно больше еды. Таким образом практикуете этот навык на первое, на второе десерт. Давайте глянем еще вот эту вот карту. Вы приходите домой и обнаруживаете неподражаемого капитана Джека Воробья, спящего на вашей кровати. Количество игроков в данной игре может быть и 2, и 6, и 10. Возрастные ограничения 14+. Игра очень увлекательная. Играть можно снова и снова. Это всегда будет занимательно. Лично я стараюсь играть раз в 3 месяца, для того, чтобы поддерживать нормальный уровень своего разговорного английского. Здесь более 40 тем для разговоров и о кинематографе, и о музыке, и о литературе, и о многом другом. Главным преимуществом данной игры над остальными подобными является ее содержимое. Выдуманные создателем игры ситуации позволяют диалогу развиваться в самых неожиданных направлениях. Присутствие в игре всеми любимых персонажей британской литературы, таких как Гарри Поттер, капитан Джек Воробей, Джеймс Бонд, увеличивает наполняемость диалога и его свободу в разы. Если вы или ваш ребенок изучаете английский язык, или просто увлекаетесь английской культурой, то эта игра обязана быть у вас дома. Ведь у вас под рукой всегда будут ваши любимые персонажи и изображения самых главных достопримечательностей Великобритании. Если игра понравилась, обращайтесь по адресу, указанному под этим видео.